В Музее политической истории рассказали о неизвестных фактах времен блокады. Источник – личный архив советской политической верхушки Сталина, Жданова, Микояна. В прессе показали проектные копии некогда секретных писем. Подлинники хранятся в Российском государственном архиве социально-политической истории в Москве. Специалисты сразу предупредили, никого шокировать они не будут, лишь обозначат некоторые эпизоды блокады. Так, например, агитация во время прорыва кольца. Ее адресовали всем, кто был на передовой. Военачальники писали, враг боится штыковой атаки. Таким образом, полагают историки, командиры пытались компенсировать недостаток боеприпасов. Мы все чувствуем, что не до конца известно то, что было в городе и связанное с городом. Ну, мы привыкли, что мы всегда знаем все не до конца. Документы, которые мы в силу своей лени держали нераспакованными. Сегодня представили лишь малую часть из раскрытых архивов. Музейщики обещают, скоро все тайные блокады будут доступны в интернете на странице Российского государственного архива социально-политической истории. По словам его директора Андрея Сорокина, сейчас в их фондах осталось нерассекреченными всего 0,3% всех документов.